Всех приветствую, друзья! Смотрим Куба Гнации. Очередной бой замечательного турнира. Будем смотреть противостояние классических восточных фракций. Классическое и еще и историческое противостояние. То есть, бой с таким подтекстом. Это Армения против Парфи. За Армению у нас играет... Бэйби Киллер за Парфи у нас играет... Давайте смотреть. Начнем с состава за Армению. Царский катафракт, восточный катафракт, восточный катафракт и еще катафракт. Царский катафракт, восточный катафракт, восточный катафракт. Шесть катафрактов, два из которых это царские катафракты. Очень дорогой отряд. 1400, по-моему, он стоит, если я не ошибаюсь. Обычные каты, они там в районе 1100 стоят. Вот эти шесть отрядов, они стоили половины казны, если не... Это какой половины? Большей части денег. Плюс еще доспешные конные лучники, тоже дороговатый отряд. 600 они, по-моему, больше 600 стоят. И восточные копейщики, две штуки на флангах, да, по две штуки на флангах в сумме 4. И три отряда обычных горцев, дешманский стоковый отряд пехоты. Плюс всего лишь навсего три отряда восточных прачников. Давайте посмотрим на состав у игрока за парфян. Это у нас парфянские конные лучники. Две штуки на левом фланге. Два отряда верблюжьих катафрактов. Три отряда верблюжьих катафрактов я вижу. Ой-ой-ой. Дальше у нас генерал. Это знатный конный лучник. Слон индийский боевой. Так, пехота это парфянский мечник, парфянский мечник. Восточный копейщик, парфянский мечник, парфянский мечник. Восточный прачник, восточный прачник, восточный прачник. В тылу еще бежит один восточный копейщик. Ну, я не знаю, что сказать по этому составу за парфян. Слон здесь в принципе был необязательный, все остальное имеет право на жизнь Вместо слона можно было взять что-то еще Вот видите, еще одна ошибка такая же, какая была в предыдущем бою Когда мы смотрели геттов против галат Слишком далеко выдвигается вперед пехота, она абсолютно беззащитная Она получает лобовой натиск от катафрактов И катафракты просто здесь устраивают бойню Ну и плюс вот здесь в бой заходят дальше вторым темпом дешманские мечники Вот здесь верблюд в принципе встал, он не нанес натиска Он просто куда-то шел чаржик, его перехватила случайно конница Армения И он просто тупо встал на месте, ничего не смог сделать, это большая ошибка Тут сразу же движется слон, чтобы вступить в бой Здесь катафракт чаржится в парфянских мечников, минус 20 человек сразу делают в отряде А генерал стоит, я не знаю кого он стреляет, у кого-то он стреляет Пока для нас это тайна, вот здесь ловит в рукопашную Посмотрите, здесь ошибку допускает игрок за парфю Отводит слишком далеко своих пеших стрелков И он попадает под натиск конных лучников Конные лучники в ближнем бою убивают конечно же легких парфянских конных лучников И ловточных прачников, всю эту кучу вместе Слон зашел, он дал минус мораль И вся вот эта вот группировка армянская дрогнула и побежала Ой-ой-ой, судя по всему здесь бэйби киллер Проиграет, наверное, не знаю, давайте смотреть Так, гонит здесь хашками, очень хорошо работает бэйби киллер хашками Так, сейчас будет попытка поймать парфянского генерала Для парфянной потери генерала, как правило, заканчивается очень плохо Забесился слон, фокусил его своими прачниками Здесь бэйби киллер, он впал в боевое бешенство И почему-то его чаржит своими катафрактами бэйби киллер Да, конечно, я знаю, что слона можно попробовать прочаржить ударкой И от этого слон несет потери Но когда он в бешенстве, смысла в этом я не вижу никакого Его и так, в принципе, сейчас бы докатили Но видите, дальше он переворачивает ход боя Немножечко в свою пользу здесь бэйби киллер Но застревать, конечно же, на восточном копейщике Своим конным лучником в доспехах не стоит Ну вот оставил здесь 5 человек всего лишь на всем в отряде слонов Слоны сейчас погибают, но они сделали всего лишь на всем 100 киллов Да, по началу они очень неплохо дали по морали Конный лучник здесь генерал сделал 45 фрагов Но это дешевые фраги, они того не стоят, да То есть отряд, который стоит очень дорого Я уже не помню, сколько стоит конный генерал парфянский Этот элитный конный лучник, по-моему, 800 монет Разменивать его на обычных восточных копейщиков Это не самая лучшая идея, на мой взгляд Постепенно перерубает, да Ну видите, вязнет в ближнем бою конница парфян В чем минус верблюдов? Верблюды дают минус по морали по лошадям Это очень круто Плюс верблюды сами по себе имеют массу тяжелее, чем просто лошадь Да, это тоже очень-очень-очень круто Но они медленные, да То есть если верблюд вступил в бой То ему выйти из этого боя на новый натиск уже фактически нереально, да И то есть конница парфян, она по определению становится более-менее, более-менее такая тавтология Короче, становится менее маневренной, чем армянская И, собственно говоря, бэби киллер этим и воспользовался Пытается здесь прорваться, конечно же, тяжелый вот этот генералка Лучник к армянским стрелкам добирается до них, там кого-то даже убьет Покажет по итогу неплохие цифры, но это пустые фраги, абсолютно ничего не стоящие И бэби киллер сумел, сумел все-таки в тяжелый момент повернуть ход боя в свою пользу Давайте посмотрим на итоговые цифры Начнем, конечно же, с конницы, с парфянской Генерал 123 фрага сделал Это не особо много Мы видели, где была добыта основная часть этих фрагов В конце он дорвался до лучников и убил, там, человек, наверное, 50, да Весь бой он стоял и никакого абсолютного импакта не внес в игру И я думаю, что Бюшинну, Бюшин Ему нужно приложить большое старание И подтянуть именно вот этот момент игры своими конами И вообще игры с стрелками Не только конами, но и пеших стрелков он тоже отдал абсолютно неправильно Видите, они показали отвратительные цифры 0, 3, 5, 8 Что показали? Показала ударка 187 109, 79 В принципе, цифры приемлемы Армянская показала примерно такие же Но у армян было чисто больше катафраг Великолепная игра конными лучниками Была во многом залогом победы Отлично сыграл здесь Бэйби Киллер Своими доспешами конными лучниками Они показали хороший результат Парфянские мечники Ну да, они вот 89, 64, 73 Но кого они убивали? Горцев, крестьян, горцев, там, восточных пехотинцев Но они особо ничего не сделали Но вы сами видели бой Начало было абсолютно за парфи Но потом Бэйби Киллер смог развернуть ход боя в свою пользу И одержал достойную победу С чем мы его, собственно говоря, и поздравляем Друзья мои, всем большое спасибо Ставьте лайки, комментируйте парням Говорим спасибо за очень интересную игру И до скорых встреч Пока